Войсковая часть 54-48 торжественно отмечает 56-ю годовщину со дня своего основания. Вспомнить, что стояло у истоков, и поздравить с этой датой собрались представители взаимодействующих структур, бывшие командиры части и ветераны. Сначала был батальон милиции, специально моторизованная, части милиции назывались раньше. Затем развернули в бригаду. Часть выполняла задачи и по месту дислокации, помню, обеспечивали, и в Бобруйске наводили порядок, в Солигорске, когда вот эта наркомания была. Очень хорошо поддерживаются традиции, взаимосвязь поколений и так далее. Я тоже очень признателен своим старшим наставникам, которые в молодости наставляли, учили этой жизни. И школа была очень хорошая. На счету бойцов части пресечения массовых беспорядков в Слуцке в 1967 году. Охрана места авиакатастрофы самолета Ту-134, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, локализация межнациональных конфликтов на Закавказье и непрерывная работа по сей день. Данной бригаде исполняется 56 лет, поэтому я думаю, те, кто со времен и до сегодняшнего дня хоть как-то связан с этой бригадой, испытываю только наилучшее впечатление о ней. Это опыт, это школа жизни. Бригаде, любимое, родное, желаю процветания, не останавливаться на достигнутом всему личному составу, только преуспевать в своих каких-то боевых или любых других начинаниях. Счастья всем им, их близким, служение нашей любимой Родине. В честь годовщины лучших служащих наградили орденами и дипломами, после чего состоялся праздничный концерт. Армия, прежде всего, молодым парням, мужчинам дает, придает, так сказать, уверенности в себе. В первую очередь, большое внимание уделяется боевой подготовке каждого военнослужащего, это поднятие воинской дисциплины. Каждый парень становится мужчиной, а мужчина просто набирается еще больше уверенности по приходу в армию. Чтобы парни молодые не боялись идти в армию, как сейчас все переживают, боятся, здесь ничего страшного нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!